Книга «Открытый боком», 13-й том, тема молитвы, вопрос 2764-й. «Святые отцы делали по многу земных поклонов. Какая в них польза? Откуда это пошло? Нет и сихастов ли?» – отвечает Игнатий Тихоныч Лакин. Что касается истории, времени возникновения какого-либо явления, тут говорим всегда с чужого голоса. Проверить нет никакой возможности, потому должно быть совершенно безразлично, когда-то или чуть раньше было. 230 раз в Библии встречаются слова «поклон», «поклонница». Значит, рассуждать придется о глубокой древности. Матфея 8.2. «И вот подошел прокаженный и кланяясь ему, сказал, Господи, если хочешь, можешь меня очистить». Матфея 18.26. «Тогда рад тот пал, и кланяясь ему, говорил, Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу». Матфея 20.20. «Когда приступала к нему мать сыновей Завидеевых с сыновьями своими, кланяясь и чего-то прося у него. Если возразят, что это просто кивок головы, то это не так». Матфея 18.2. «Он возвел очи свои и взглянул, и вот три мужа стоят против него. Увидев, он побежал навстречу им от входа в шатер свой и поклонился до земли». Матфея 19.1. «И пришли те два ангела в саду вечером, когда лод сидел у воротка дома. Вот увидел и стал, чтобы встретить их, и поклонился лицом до земли». Бытие 23.7. «Аврам встал и поклонился народу землетой, сынам хетовым». Иоанна 4.22. «Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев». Руфь 2.10. «Она пала на лице свое, на лицо свое, и поклонилась до земли, и сказала ему, «Чем снискала я в глазах твоих милость, что ты принимаешь меня, хотя я и чужеземка». Матфея 2.11. «И, войдя в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и, пав, поклонились ему». 1 Коринфянам 14.25. «И таким образом тайны сердца его обнаруживаются, и он падет ниц поклониться Богу, поклониться Богу и скажет, истинно с вами Бог». Откровение 11.16. И 24. «Старцы, сидящие перед Богом на престолах своих, пали на лица свои и поклонились Богу». Тогда задают вопрос «Сколько поклонов делать?» «Прочти житие Симеона Столпника и других. Речь шла о тысячах земных поклонах. Для смирения и укрепления плоти это весьма полезно. За каждым поклоном можем повторять свои просьбы. Славословие Богу». Лично я могу сказать, что поклоны весьма полезны. Особенно сильно бутуют против поклонов люди, находящиеся в прельщении Бесовском и сектанты. Им невыносимо даже слышать о поклонах. 1 Коринфянам 9.27. «Но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным». Исихасты же более повторяют Иисусову молитву, сидя. Да на пупок свой смотрят, а нужно поклоны делать земные. Протопоп Аввакум до три тысячи в день клал поклонов земных и более. Да и жена рядом была, так же молилась, если дети не пищали. Довериться приходится шоферу, незнаемому мной. Он курит за рулем. Распистаную трепется, с нее не сходит взора. Мотается автобус, как пьяница с кулем. Ущелья позади и перевал прошли. Разгоны полощини для рекордов. Молюсь с детишками. Вцепились мы в мешки. Водителю не раз хотелось съездить в морду. Ни дремы и ни сна. Считай, не порошинки. Мы балансируем с тем светом на краю. На поваровцах, Господи, не сделать бы ошибки. Иначе тормознем в аду или в раю. Трясут страны реформу. Трясут страну реформы. Заначки-перестройки. Звериные законы возвысят амплитуду. И поперек дороги страна окопы роет. Дрожим от ожидания. Да то ли еще будет. Страна, как монастырь с молитвой. Архисрочной. На перепадах выскочки морочат горизонт. Молебны заказные. И молятся заочно. А в мылком бесполезным куражатся на сон. Страдания дурманенных закончатся когда-то. Не вечно же коптите портят атмосферу. Но если душу вечную. Соделают горбатой. Подсунут суррогат. За место Божьей веры. Зайдите в храм любой. В удобное вам время. Сумейте отстоять, что службой. Залется. Не ноги нужно здесь. А первосортный кремень. Когда слова повторные. Стократно. И с нахлестом. Прямой дороги нет от купола до неба. Плуждающим сознанием не выхватишь. Не схватишь ты за смысл. И требы распродажные. До скуки непотребные. А хочется, чтоб Бог нас до себя возвысил. Хоть как-то синяками, но доскреблись до дома. Благодаря судьбу вылазят атеисты. Не повезло с душой. Ей хуже, чем с утробой. На виражах провалах не можем помолиться. 23 мая 2005 года. Игнатий Лапкин.